Деревня Клещевка, Шуйский район. Физкульт-привет передают воспитанники православной школы-интерната при Николошартомском мужском монастыре. Этой осенью у ребят большой спортивный праздник. В рамках реализации проекта «Пересвет» при поддержке фонда президентских грантов им установили многофункциональную спортивную площадку. В рамках этого проекта подразумевается не только создание условий для проведения физкультурных и спортивных мероприятий для наших воспитанников, но и для детей социальных учреждений Ивановской области и Шуйского района в том числе. То есть мы планируем в рамках проекта, который будет до 31 мая 2019 года идти провести соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу. Здесь же зона есть, где мы сейчас находимся, воркаут для занятий. Это новое направление такой сдачи, норм ГТО. Сейчас ребята конкретно тренируются сдавать нормы, а поедем сдавать уже на специально серфицированный стадион труд здесь в Шуе. Сумма гранта составила 5,5 миллионов рублей. Монастырь потратился на подготовку территории. Это тоже несколько миллионов. Теперь есть зона воркаута, ГТО, игровая площадка и полоса препятствий. О таком мальчишке могли только мечтать. Раньше мы играли на хоккейной площадке. Такого у нас тогда не было, такой многофункциональной площадки, потому что все тогда то рвал кроссовки, то падал, потому что всем неудобно было. Для каждого у нас свой плюс есть. Насыщенная реальная жизнь в основе воспитания мальчиков. Здесь нет интернета, соцсетей и онлайн игр. Только труд, учеба, спорт, ну и, конечно, время для досуга. Кстати, день в Клещевке начинается в 6 утра, а в 6.15 все воспитанники выходят на зарядку. Теперь она проходит здесь, на новой площадке. В школе-интернате живут и учатся 90 мальчишек со всей России. Сдать достойно нормы ГТО для каждого – дело чести. Ну, я попробовал поднимать гири 16 килограмм, зал на золото, потягиваться, зал тоже на золото 13 раз. Ну, мне понравилось, так тяжело было, конечно, гири поднимать, потому что первый раз. Ну, получилось. Дети в Клещевке разные, с историей. У кого-то нет родителей, у кого-то они есть. Но быть здесь – осознанный выбор каждого. После школы они становятся священнослужителями, юристами, военными, экономистами и непременно настоящими мужчинами. Ну, вот, если человек хочет добиться своего, то он, конечно, обязательно добьется этого. Потому что, если каждый раз заниматься, то, если ты хочешь даже, например, стать футболистом, то это ты добьешься, если ты будешь заниматься каждый день. Гранты – это не способ обогащения, а возможность притворить в жизнь что-то важное и доброе. Идея на грант должна быть полезна для большого количества людей. Примерно по такому принципу распределяют региональную поддержку. Ивановская область на региональные гранты в этом году предусмотрела 13 миллионов рублей. Десять из них уже распределили между 22 организациями. Мы иногда и помогаем некоторым организациям. Потому что, ну, скажем, что у многих организаций при наличии хороших, светлых, действительно интересных идей, зачастую, может быть, иногда не хватает определенных компетенций. Потому что, ну, работа с грантами требует достаточно серьезного такого подхода к работе с документами. То есть они должны быть надлежащим образом оформлены. То есть мы оказываем консультацию, мы делаем помощь. И у нас вот есть достаточно хорошая организация, которая тоже была создана еще в том году на наши гранты. Это ресурсный центр, который оказывает методическую и юридическую поддержку. Гранты на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, на работу с людьми пожилого возраста, на развитие детского творчества. Департамент внутренней политики поддержал в этом году проект «Запасаем лет» организации «Грани». И во многом благодаря ему ни один солнечный день не прошел для ребят с ограниченными возможностями здоровья впустую. Они занимались спортом, узнавали новое, творили. Реки рыбы, сделанные руками ребят, завоевали первое место в номинации «Сувенир региона» на Всероссийском фестиваль-конкурсе. Также в этом году регион финансово поддержал проект «Добрая открытка». За окном осень, а ребята уже создают своими руками новогоднее настроение. Любой желающий, в основном молодежь, школьники у нас будут участвовать, даже детишки из детского сада. Они изготавливают добрую открытку своими руками, вкладывают частичку добра, тепла своей души, чтобы потом подарить или кому-то из близких эту открытку, или людям, которые одиноки или попали в какие-то трудные жизненные ситуации, то есть подарить им чудо, ощущение праздника на Новый год и на Рождество. Создатели самых добрых открыток получат призы и, вероятно, их даже растиражируют. Средства гранта будут частично потрачены на расходные материалы. Ее не так уж и трудно сделать. Здесь перья, дальше эмали, вата, елочки вот эти вот и клей. Он блестящий и может писать, он засыхает. И бархатная бумага. Вот я его, ну, эту открытку сделала для своей подруги, она со мной сидит в комнате. Она просто не смогла сюда попасть, вот, и я хотела ее порадовать такой открыточкой. Убедить, что конкретная идея достойна финансовой поддержки, получить необходимые баллы и пройти жесткий отбор – это только полдела. За каждый потраченный рубль нужно будет еще подробно отчитаться. В следующем году Ивановская область планирует выделить на гранты примерно такую же сумму, как и в этом. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Ну, что, я вот так.